Я вам скажу, это где-то до 65-го года вот так было. А потом уже все пошло, уже все в минуту, все. А вы сами носили эти клеши? Да, конечно. Я сам модняк был. А откуда у вас тут явились эти Битлз? Вы их, может, на пластинках слушали, те что? У меня было где-то 200 кассет Битлзов. У одного меня было Битлзов. Вы что? Я сразу после школы в 67-м году я поехал в Минск учиться. Отучил, поработал в Минске, в армию забрали, после армии в Гродно попал. Гродно, он исчез в город, там, при Западне. И там Битлз, я пацана одного, я его покупал, он мне дарил там, это был. Меня я засынал под Битлз. А потом вернулись домой? Да, потом... У меня тоже три брата было, три сестры. Ну, я самый меньший. Ну, до мати уже все в разъехал, на кого ты уже, ты самый меньший, на кого ты нас покинешь уже. Ну, я уже оттуда нашел Мадзярку себе. А чему Мадзярку? Ну, Отверича мы называли их Мадзяри. Мадзяри? Мадзяри, ну. А чого? Ну, просто так, ну. Так еще зовут всех Мадзярку? И сейчас зовут, кто зовет, ну, Мадзярку. А что это слово такое значит? А Бог его знает, что он знает. Так а вы вернулись, и у вас тут уже слушали другие люди Битлз? Те-то вы привезли? Ну, как может, да тогда шо-шо-ши приемников не было, телевизора не было, не говорится, это. Тогда эти капелюши, радио, или спорт, или что-то, проложишь руку, да слушай уже вечером, чтобы батька с матерью ничего не мешали. А Битлз я, и говорится, вся моя юность прошла на Битлзах. А когда ее встречал я где-нибудь случайно, мне казалось, слышала, но... Это песня Джона Леннона, девушка. А вы сами перевели? А, нет, че, это уже перевод я был, пришел. Так у вас тут у Беловуши, вот, кроме вас, кто-то слушали Битлз, вот еще до того, как вы приехали? Ага, а откуда они, эти кассеты, вот вы в Гродно покупали, а не откуда? Ну, бах, появляются люди ездили в заработки, ездили туда, то ж не все жили, то ж выезжали, то студенты, то это, то учиться, то это, то это. Беловуша, это ж была цивилизация, это ж одна из крупнейших деревень в республике была, колес. У нас было 1260 дворов в Беловуши в деревне, население было около 5000, это сейчас осталось уже 2,5, почти на половину меньше. У нас учеников в школе было 1044 ученика в 67-м году, 1044 ученика, а сейчас где-то 300 всего лишь. И то, ради того, что баптисты, вот, большинство, а так же. А вот вы говорите, кассеты, а тогда же еще, наверное, были, что, пластинки или бобины? Что-то, да, уже пошли магнитофоны кассетные эти, вот, панасонники, шмонники, аврия. Ой, уже ж... Это какие годы? А? Какий год? 65-й, 66-й, 67-й. И уже кассеты были такие маленькие? Да, кассеты и магнитофоны. Так может, у вас тут просто люди были не бедные, такие шкупки? Ну, не бедные, но... Мой вот брат поехал в 65-м году, он окончил школу, и по Комсомольской путевке поехали в Агранск на лесозготовки, на заработки. Вот они побыли там год, они бабла знаете сколько, и он, братуха, привез мне магнитофон, кассетный, японский, японский магнитофон привез. Его пацаны, его кидали об асфальт, вот так, специальные кинет об асфальт, а он играет, и все, и это... Так это еще до того, как вы учиться уехали, уже у вас был магнитофон. Да, да, в 66-м году, в 65-м он поехали, в 66-м приехали, я школу окончил в 67-м. Вот уже в 9-м классе меня магнитофон привезли. А вы говорите, вот в ателье эти клеши шили, а так не ругались там эти швеи, что типа им что-то ерунду как-то надо шить? Какая разница, им лишь бы заказ, какой, 50-й или где. А потом дудочки пошли, что если ногу можно всунуть, было, что мылом, ногу намыли, чтобы просунуть туда. А в колхозе не запрещали? Да нет, так так. Что ходила молодежь как ходила? На колхозе это уже одевали на танцы только, по праздникам таким, а на работу же, на работу обычно. А ставили у вас Битлз на танцах? Ставили, а как же? А такие вот старые танцы уже, вот ваше поколение танцевало, вот такие в парах, типа там, полька, вальс, и все вместе с Битлзом? Польку, да, и Саромеда, и Эммануэля уже пошел тогда в 67-68 году. Итальянский певет такой знаменитый Эммануэль. Да его песни такие, блатные под музыку. Вот оно, оно включат, и уже дамское танго, и уже девушки приглашают мужиков, кавалеров. А на вашей памяти уже только под магнитофон были танцы, эти кто-то играл вживую у вас? Нет, при моей памяти еще и гармошка играли, и аккордеон играли. Нас вот тут вот был, вот на месте, вот, тут старый клуб, старенький клуб. До 71-го года он стоял, до 71-го года этот клуб стоял. Вот, все танцы тут проводились. А вспомните, вот под гармоник, под аккордеон, какие танцы у вас играли? И Польку играли, и Бальсок играли, и танго играли. Какую закажут мужик или пацан или пацан. А заказывали, надо было гроши класть? И Краковяк, и какие гроши тогда были. Тогда все это, а музыканты полсела было. А, все играли? Да, тогда же, это аккордеоны, то гармонии, то баян, а говорят, то с барабанами, что и бубны были. Вот, как у вас на танцах, вот сидят эти музыканты, играют, а кто-то ж хочет под Битлз потанцевать, так как оно, по очереди или что? У нас, как, я уже начал, уже тогда, когда это было, уже магитофоны, уже под пластинки играли в клубе, понимаете? Заказываешь, зашел там, да мы же сами это крутили, кто какую хочешь пошел, девчата закажут такую, уже ставят такую. Так а можно было послушать Битлз и сразу Краковяк заказать? И сразу Краковяк, да, чтобы развлечься, да. Краковяк тоже с пластинки? А? Краковяк тоже с пластинки, или что? Не, Краковяк уже гармонист сидел, аккорданист. А, так он сидит, и если заказали Битлз, он просто отдыхает? Да, он отдыхает, а там под пластинки поют. Так а этому гармонисту что-то деньги некие потом давали? Кто какие деньги давал, это сами они просили, да. А им просто не нравилось? Да, нравилось, да, господи. А это молодые гармонисты? Молодые пацаны. Так они менялись, может, по очереди? Ничего, а сколько там поиграют? Вот там 10 танцев сыграют за вечер. А остальное? А остальное пластинки крутили. А чого у вас у клубе были пластинки, а дома кассеты? Это не было грошу у клуб магнитофон купить? Почему-то? Может, и было. Тогда же еще, я же говорю, когда у меня появился кассетный магнитофон, и что у клуба и пластинок мод не было. Но вы свое не носили кассеты, вы только дома слушали? Да, ну вот, ну что, на танце идешь с девчатами, то же выключаешь музыку. А, то есть вы в сопровождении музыки еще? Ну, а как же, ну, то... Круто. Да. Власно.